Всем привет! На связи Борис Соколов с сайтом виза-сам.ру И давайте в этом видео я вам расскажу, сколько и какие деньги лучше брать в Гуа, в Индию. Итак, сразу скажу, если вы берете наличные, то лучше брать доллары с голубой полосочкой. 100 купюр крупные по 100 долларов с голубой полосочкой. Курс будет обмена чуть выше, чем обычных 100 долларов. И выше, чем, например, купюр по 50, по 20 долларов. Мелкие купюры здесь меняют по менее выгодному курсу, так как и доллары, которые, не помню до какого они года, выпуска без голубой полоски. Буду дома, покажу вам, какие брать. По обмену денег вот купюру с такой голубой полоской вас поменяет по чуть более выгодному курсу в Инди, чем, как видите, 100 долларов без такой полоски. Ну, где-то, например, с 50-100 рублей на 100. То 50-100 рублей на 100 долларов вы получите плата при обмене таких денег выгоднее. А это еще меньше поменяет. Например, это, допустим, сразу скажу, цены смотреться онлайн на момент обмена. Просто забейте в Google, в Яндексе, онлайн обмен доллара на руби, примерно будете понимать. Ну, это, например, 74,5, это 73,5, а это, ну, 72, допустим. Вот так вот. Выглядят индийские руби и оплата во всех кафе происходит в индийских рубиях. Карточкой. Карточкой можно платить в кафе, но не во всех. В тех кафе, где принимают карты, просто оплатите вот с этой рубиевой карты, которую я вам объяснил, как завести с Тинькофф Блэк. Спокойно просто платите с нее и все. С рубиевой счета. Вообще, в Индии во многих местах нужен, конечно, на заправках, там, допустим, в магазинах торговцы не возьмут, некоторые кафе не принимают, конечно, здесь нужен. Если у вас карта других банков, я вам не могу точно подсказать, знаешь, что год три назад была комиссия, так как я последние три года пользуюсь только Тинькофф Блэк. Если карта других банков, лучше, чтобы с минимальными потерей денег, с минимальными комиссиями, там, ВТБ, Васальфа-Банк, Сбербанк, лучше снимите с Банков Индии сбои. Если Тинькофф, то Канаро-Банк тоже без комиссии. Банковскую карту, остановлюсь подробнее, так как от этого зависит достаточно, сколько вы потратите денег, потому что почему-то многие едут с рублевым Сбербанком, это и комиссии в разы больше заснять, и конвертация неудобная. Оформите мультивалютную карту Тинькофф Блэк. Ссылочка будет вот именно на эту карту, которую я рассказываю, которую я сам пользуюсь, как раз запишу, как я снимаю деньги под этим видео. Откройте онлайн-счет в индийских рупиях. Это бесплатно. Можете сделать это в России, можете уже, когда прилетели в Индию, за одну-две минуты этот счет оформляется. Обменяйте прямо в приложении Тинькофф. Рубли на рупии – это самый выгодный курс обмена будет, так как не будет двойной конвертации. Сначала рубли к доллару, потом доллар к рупию, как делают у других банков, и в том числе, как делать, если вы с любой рублевой карточки снимаете. Смотрите, тут дальше два варианта. У вас это одна карточка, рублевый счет, открыли индийский счет. Можете прямо онлайн эту карточку отвязать, как приехали в Индии, от рублевого счета и привязать к счету в рупиях. Но я по-другому делал, мне это не особо удобно. Я завел отдельную карточку дополнительно, бесплатно все делается, дополнительные карточки, так же, как и оформление. И у меня просто одна рублевая карточка, одна всегда для поездок за границей, которые я привязываю ко всем валютам. Это не только к рупию, там есть и доллары, и евро, и арабский дирхам. 20 валют, короче, что очень-очень-очень удобно. Без комиссии снимаются банкоматы БОИ, Банков Индия и Канара Банк. Если у вас будет Тинькофф Блэк, привязан счет Круппи, вы будете снимать в этих банках, вы просто на снятии наличных будете экономить достаточно, чем те, кто, например, с рублевых карточек Сбербанка или какого-то другого российского банка снимает. Вот банкомат БОИ, и если у вас Тинькофф без комиссии, Сбербанк, Альфа, ВТБ, тут тоже будут комиссии минимальные, например, это с Банков Индии, национальный банк, который, в принципе, с любой карточки дает снимать по более выгодному курсу, чем другие банки. Банков Индии, вот это отделение, есть практически в каждой там деревне курортной, то есть в Рамболе у нас есть, в Мандраме есть, в Морджаме есть. Найдите на карте Google Maps или Maps.me, это отделение, и там снимайте деньги. Самый, ну, самый удобный, самый выгодный курс будет. Канара Банк, если у вас карта Тинькофф БЛЭК, вот как у меня, то есть я завел счет в группе, и он дает снимать без комиссии. Сейчас запишу пошаговую инструкцию, я в Канара Банк, в банкомат БОИ примерно все то же самое почти, вставляете карточку, вот у меня карточка Тинькофф, тут без комиссии Канара Банк. Она полностью не вставляется, вы вставляете вот так. И ожидаете. Выбираете меню English. Вводите свой пин. Кнопка Continue. Вы в Droll, вам надо нажать. Нажимаете Current, вторую кнопку. Максимальная сумма за один раз дает 10 тысяч рупий. Я сейчас сниму 20 тысяч рупий за два раза. Коррект. 10 тысяч нажали, коррект. Кнопка. И ожидаете транзакцию. Сейчас мне... Вот он, если так напишет, значит в банкомате нет кэши. Я поехал в другой. Я повторил такую же процедуру в Банков Инди. Вот сейчас мне даст деньги. Забрали деньги. Важный момент. Карточку заберите. Вот отсюда она не вытаскивается сама. Мне нужно снять 20 тысяч рупий. Поэтому я процедуру повторяю. Один раз снял 10 тысяч по новой. Дополнительная комиссия, никакой не снимается с Тиньковой. То есть хоть 50 снимите, если есть в банкомате. Пин-код. Enter. Как видите, то же самое. V-drawal. Здесь просто, например, в Банков Инди новый терминал. Еще быстрее процедуру. Сумма 10 тысяч рупий. Окей. Чек берите на всякий случай. Все. Деньги снимаются. Смотрите, может быть другой терминал. Примерно все то же самое. Смотрите, сколько денег брать в Гуа. Но тут, конечно, вопрос такой. Я очень часто видео записываю. Для каждого свой, так как у каждого будут свои траты. Плюс, смотрите. Интересный такой момент. Что в Гуа цены достаточно разные. Например, пляжей. Допустим, просто тур в Южный Гуа будет стоить дороже, чем тур в Северный Гуа. Там-то почище, там получишь отели. Еда в Южном Гуа, например, будет стоить чуть дороже, чем в Северном Гуа. Например, в Варамболе, в Кериме, в Мандраме. Но так же, как в Морджеме, в Ашвами. Даже сейчас в Морджеме становится... Вот я как не заезжаю на Северном Гуа, там такие же, примерно, чем чуть поднялись. А там в Шеках именно на пляжах сделали уже чуть ли не как в крутых там каких-то кафе, в лакшери кафе. Ну, для примера скажу. Например, вот я ел в Шеке на пляже в Морджеме. То есть, блюдо стоит там в полтора раза дороже, чем в Варамболе, в два раза дороже, чем в Кериме. А если вы поедите в местных локальных кафе, то еще будет стоить меньше. Особенность Морджема, что цены здесь дорогие, вот именно на пляжах. Ну, вот смотрите, самые такие небольшие цены. Это Керим, вообще самое дешевое кафе, самый крайний пляж. На Северном Гуа, на границе штата Смахараштаре. Можно доехать на Тирок и Форт на Парадайз. Посмотрите отдельное видео. Там как раз ездил, очень красивые места. А Рамболь, недорогой пляж. Дальше уже идет Мандрам чуть подороже. Вашими чуть подороже, Морджем еще дороже. Кандалим Калангут, туристические места. Там есть как дорогие цены, так и можно найти, например, в местных Шеках, более дешевые. Вот такая вот примерно ориентация. Давайте сразу скажу, какие цены в кафе. В кафе, например, у нас в Рамболе спокойно можно поесть там блюда. Второе классное блюдо в нормальном кафе, не в дешевом. 270 рупий шницель, например. А в другом кафе этот шницель 200 рупий. Шницель, куриные, опять огромные порции. С чизнаном. Такое классное место. Кафе с сом. Здесь в мафию играем. Сегодня сюда просто зашел покушать. Есть еще одно кафе. Это шницель будет стоить 300 с лишним рупий. То есть, допустим, за 200-300 рублей вы сможете нормальное второе блюдо съесть, пообедать, возьмете напиток. Вы, например, вы не будете искать это кафе. У вас обед выйдет там не 250, не 300 рупий, а 400 рупий. Если где-то подороже в других местах. Вот так вот завтраки. Здесь комплексные завтраки. Сразу скажу, разброс цен от 180 до 350 рупий. В зависимости от шека, от того, что на завтрак. Допустим, там есть разные завтраки. Английские, мексиканские, русские. Продолжу записывать вам завтраки. Ну, реально, здесь очень мне нравятся, очень разнообразные. Вот, например, в ресторане Кенара, где я уже много видео записывал, вам рекомендую покушать. Вот Кенара Брекфаст. Они свой оригинальный завтрак придумали. Авокадо, салат, яичница и напиток. Ну, тосты с маслом. А я взял, да, не единственная вещь, которая может выходить у вас подороже в Индии, чем в России. Russian breakfast. Это сырники. Причем вот Russian breakfast. Ну, вот я, например, Russian breakfast. Также цены на другие завтраки, так как я очень люблю сырники. В одном месте стоит 150 рупий. В другом 350, в третьем 250. Вот такой вот разброс. В ней разный набор. Входит, например, где-то 2, где-то 3 сырника. Так что от 180 до 310 рупий завтрак, если у вас не включен завтрак в отеле. Ну, берем по максимуму 300 рублей завтрак, 400 обед. Ну, и также на ужин такое же блюдо, в принципе, вы можете выбрать за 300-400. Это среднее. То есть, 1000-1200 рублей, рупий. Почему я часто путаю? То есть, рупий к рублю примерно один к одному. Это если вы будете есть в нормальных средних кафе у вас выйдет. Обычно порции в кафе Гуа очень большие. Особенно, если вот самое интересное, вот такие гламурные кафе на берегу моря. Там где-то в Морджиме, если в Южных, в Агонде, на юге Гуа. Там цены дороже. Еще есть какой-то такс-налог. И порции меньше. Но в 90% в кафе в Гуа порции очень-очень большие в шеках. Так что возьмите. Может, вам хватит и на двоих, допустим, этого салата. Я вам запишу порции или там второго блюда. Еще одно местное блюдо, которое можно попробовать. Оно, во-первых, местное. Во-вторых, сытное. В-третьих, недорогое. Это биряне. Ну, вот у меня сяфут биряне из морепродуктов. Рис с морепродуктами. Он стоит 280 рублей. Если вы возьмете, допустим, рис, вот биряне. Чикен биряне, то есть с курицей будет 200 рупий. С яйцом стоит 90. Вегетарианский биряне будет 180 рупий. То есть считается 180 рублей. Вообще, наедите, можете даже на двоих поделить. Ну, например, с курицей возьмите за 200 рублей, наедите на полдня. Плюс национальная еда. Такой огромный салат с морепродуктами. Стоит 280 рублей. Ну, это еще, скажу, кафе Кинара такое. Ну, средние цены здесь в этом кафе. Не самые, то есть достаточно хорошие воронболи. Есть и дешевле какие-то местные, простые. Вот, можете взять, видите, самый дорогой салат 280 рублей. Можете взять, в принципе, чикен салат, с тунцом салат. Вот такая же будет огромная тарелка, но за 210 рупий. Если честно, в обед один салат только и ем. Ну, жарко, не хочется кушать в обед какую-то горячую пищу. Это очень питательный и полезный. Еще бывает какой-нибудь сок или масалый чай возьму. Конечно же, вы захотите попробовать там фрукты. Вот кокос, например, 40 рупий стоит. Попьете, разрубите. Некоторые у меня знакомые возьмут два кокоса и позавтракай. Вот у них завтрак 80 рупий вышел. Кокос, бутылочка воды, например, литровая бутылочка воды 20 рупий. Ну, естественно, вот такие мелкие вещи, которые там, фрукты взять там на 100 рупий. Рассчитывается на 1500 рупий, на 1500 рублей в день. Это я говорю информацию для туристов. Кто живет местно, они, конечно же, тратят меньше, например, ходят в магазины. Еда в магазинах на что-то меньше, чем в России. Например, молоко в пакете 20 рупий. Ну, вот кокос, где кокос в России за 40 рупий. Фрукты, которые растут именно здесь, там в лавках, бананы какие-то. Вот у меня, не знаю, видно, нет. У меня прям растут вон бананы, кокосы на пальмах. Они прям стоят дешевле гораздо, чем в России. Ну, например, шоколад стоит дороже. Остальные вещи, смотря где, например. Если вы, конечно, будете морепродукты на рынках брать, они, ну, выйдут вам дороже. Опять на рынках торгуйтесь. Есть рынок в Сиолиме. У нас в Рамболе на выезде небольшой рыночек. Там морепродукты. Рыбаки продают рыбу. Рыбные блюда чуть подороже в кафе. В кафешках начинается где-то от 300 рупий. Допустим, если вы не мясо, а рыбу, 300-600 рупий. Это, я говорю, в кафе для туристов, где вы не ищете локальные дешевые места. Такое вот огромное блюдо из рыбы стоит 600 рупий, 600 рублей. Ну, допустим, в Рамболе оно будет 400 стоит. Ну, вот такая разница в ценах здесь, в Тирокве. Сюда очень классно приехать, заказать, например, сок, какой-то коктейль, либо покушать и посмотреть. Вот такой прекрасный вид. Это, кстати, там пляж Керим. Какой еще совет? Ищите локальный. Даже просто или локальный кафе. Там вообще, там Италия, там 70-80 рупий. То есть за 100 рупий вы можете, за 100 рублей 150 можете поесть. И кафе, который расположен не на пляже, а прогуляйтесь. Вот у нас, например, есть Seven Sky. Там цены ниже, допустим, чем в Шеках на пляжах, чем в Кенаре. Она находится на Мейн-Роуде, на Мейн-Роуде в Рамболе. Спускаетесь. Цены ниже. То есть, например, в Шеках на пляже в том же Морджеме, там очень Шеки, например, на пляжах подняли. Цены, ну, поешьте вы не на пляже, а, допустим, где-то в самом городе. И тоже будут доступны цены. То есть лучше ешьте в самом городе, а не на пляжах, если вам там кажется дорогие цены, поищите в самих поселках. Цены будут пониже. Вообще, я запишу отдельное видео. Цены в кафе там Морджема, Рамболе, Пашвим. Я везде ем, везде катаюсь. Запишу также подробно цены на продукты. Здесь я именно дал информацию для туристов, так как турист все-таки не будет искать там, ну, не будет ходить, ну, яйцо стоит 6 рублей, 6 рублей, десятки яиц 60 рублей. Турист все-таки не будет, скорее всего, на 7-10 дней там искать по магазинам молоко, яйца, где там чуть-чуть подороже, где чуть-чуть подешевле. Давайте цены на экскурсии. Вот я вам рекомендую здесь пару экскурсий. Это обзорная экскурсия по Гуа на 35-45 долларов. Цены на экскурсии в долларах. Их продают гиды, русскоязычные гиды, либо туркомпании. Поэтому вот как раз за экскурсии можете платить долларами, о чем я и говорил. 35-40 долларов. Олд Гуа классная экскурсия. Весь Гуа за один день. Это старые Гуа будут у вас старые церкви, Волд Гуа. Это водопад Дудхсагар. Это индуистские храмы Понда. Очень интересно. Вот мне он рекомендую съесть. Я просто по этим местам ездил везде сам на байке. Посмотрите мое видео из Олд Гуа. Там я как раз подробно все это описываю. Еще одна очень классная экскурсия. Хампи обычно на два дня идет экскурсия. 110-140 долларов в зависимости от того, кого вы берете. Торгуетесь, там ищите. Честно скажу, вот сразу кого брать экскурсии. Я не знаю. Я на экскурсии не ездил. Последние там несколько лет. Так, живу здесь. Я все ездил на байке. Либо своим ходом там в Хампи, например, на Слип и Вербасах. Поэтому я давно экскурсии не брал. И не буду никого там рекомендовать. То есть, если вот вы съездите на одну лайтовую экскурсию, у вас на экскурсию выйдет 50 долларов. Ну, 40-35-45 сама экскурсия. Там водичку какую-то попить, сувениры на ней купить. И в Хампи, допустим, 110-120 долларов. Выйдет 170 долларов. Вот на экскурсии. Аренда байка. Если вы хотите байк, сразу скажу, я запишу видео подробное. Поэтому подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк. Нажмите колокольчик обязательно, чтобы не пропустить уведомления о ценах для зимовщиков. Для туристов. Ну, для зимовщиков аренды байка 5-6 тысяч рупий в месяц. Для туристов обычно байк сдают от 300 рупий и до 700, может быть, там в какие-нибудь праздники. То есть, рублей в день. Допустим, взяли байк на 3 дня, у вас вышло 1000 рублей еще. Аренда жилья для зимовщиков, сразу скажу коротко, информацию от 10 тысяч рупий. Ну, от 8 тысяч рупий рублей. Это, например, если вы в Кериме снимаете, где-то в районе от 9-10 тысяч. Если вы в Арамболе, от 12-15 вашими, от 15 тысяч рупий в месяц в Морджиме. Если кому интересно, вот такой жильё за 15 тысяч рупий вместе я снимаю. Вот она. То есть, здесь есть... Одна такая небольшая комната, коридор, кухня, где можно готовить, вай-фай. Все коммунальные платежи, самое прикольное, включены. То есть и вода, и свет, и газ, все цивили. Все удобно. Ну вот, немножко разбавляем, а то одни пальмы контент. Итак, сколько же брать денег для отдыха в ГУА туристам? Давайте просто сейчас посчитаем, чтобы не быть голосом, а то люди говорят, что с ума от балды. Вот я вам назвал, в день у вас где-то на еду будет выходить тысячи... При среднем раскладе тысячи-тысячи двести рублей. То есть, если вы едете на 10 дней, у вас 12 тысяч рублей на еду. Если вы питаетесь в более дорогих кафе, морепродукты едите, у вас там 15-17 тысяч на еду. Если в менее дорогих, у вас там 8-10 тысяч на еду. Средний 12 тысяч рублей на еду на 10 дней. Аренда байка, допустим, вы если решили снять байк, куда-то проехаться на 3 дня. Тысяча рублей, 3 по 300, 13 тысяч рублей. Купили какие-то сувениры, но в принципе здесь очень нормальные цены на сувениры, я вот забыл вам сказать. То есть, какие-то изделия из кожи у нас в Арамболе продаются классные. То есть, индийские специи, кто-то Аюрведу везет какие-то таблетки. Таблетки, вот многие индийские таблетки везут. Я вам скажу, цены на обычные сувениры. Возьмите тысячи 3, хватит, допустим, сумочку какую-то купили. Кто-то барабан там за 500 рупий покупает. То есть, 12 на еду, 1000 на байк, там 3 на сувениры, 16 тысяч средний отдых. Кто-то может, конечно, сувениров на десятку накупить. На 10-15 тысяч рублей. То есть, 16 тысяч рублей. И, допустим, экскурсии. Съездите на экскурсию весь Гуа за один день. Это 45 там долларов выходит. 50, допустим, с напитками, с какими-то сувенирами. Специи вы там купили на плантации. Со слоном покатались, покупались. Это дополнительная плата. 50 долларов за эту экскурсию. Вот, считайте, 16 тысяч рублей, плюс 50 долларов. Пусть там по 80-20 тысяч рублей. Если вы захотели поехать в Хампе, это одна цена. Если не захотели поехать в Хампе, у вас вышло примерно 300 долларов на человека на 10 дней. Если захотели поехать на экскурсию в Хампе, добавьте еще 120-140 долларов. То есть 300-450 долларов для нормального, среднего, хорошего отдыха туристов хватит. Кто хочет меньше, дешево, пожалуйста, можно сократить питаться, допустим, в более простых кафе. Не на 1000-1200 рублей, а, допустим, в день, а на 700-800 рублей в день. Тогда у вас выйдет 8 тысяч рублей за 10 дней. Сувениры там по минимуму на 1000 рублей. Простые магнитики какие-то, брелочки 9 тысяч рублей. Байк вы не берете в аренду, едете в экскурсию Old Goa за один день. Допустим, у вас еще выйдет 4 тысячи рублей, примерно 3 тысячи. Если вы торгуетесь, и таким образом вы потратите 12-13 тысяч рублей, и тоже нормально отдохнете в Goa. Что точно не стоит делать, это ехать с наличными рублями. Я вот особо даже не знаю, где их поменять. Потому что какой-то кандалим, калангут по суперневыгодному курсу вам их поменяют. Евро меняют, в принципе, везде. Но курс евро менее выгоден. Например, если вы за рубли купили евро и купили доллары, то получится, что поменяв доллары на рупию и евро на рупию, выгоднее менять доллары, если брать иностранную ходовую валюту. В отличие от Египта, допустим, Турции, все расчеты производятся в рупиях. То есть в кафе вы платите рупии, доллары не принимают. За доллары вы только у русскоязычных гидов можете купить экскурсии. Так что можете оставить там 200 долларов, как раз 100-200 долларов на экскурсии. Ну вот, все. Всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visitasam.ru. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Обязательно поделитесь своими комментариями, мнением, сколько вы потратили денег, а что покупали, что интересного у вас было. И до встречи в следующих видео. Обязательно напишите свои впечатления об отдыхе в Гуа. Я думаю, это будет полезно и интересно всем нашим зрителям. Пока-пока.